хорошо подходишь туда ближе ты прискакал вот это пустынное место что никого нет вот и заброшено понятно а почему почему-то место заброшено вот там набеги были люди ушли что ли хорошо а ты с какой здесь миссии находишься защищать кого ты защищаешь от сай народ от кого кто угроза для вас на 6 вис частые чунгары а где все ваше войско вы просто один петр ты один я как наблюдатель как наблюдать как лазутчик кто эти джунгары монголы то есть они набеги что ли делают а твое основное войско где находится основное там где-то в городе сборы идут я как с миссией собирать войско чтобы защитить народ свой и выгнать неприятелей надо очень много много собрать объединять народ чтоб противостоять врагам и как ты уже собрал кого-то собираю хорошо давай немножко дальше перематываем ты по местам по городам собираешь народ и собрал ты уже войско получилось собрать войско большой посмотри это большое войско хорошо что дальше происходит вы начинаете как-то сопротивление идет как подготовка тренировка подготовка подготовка обучение тех солдат людей ты ловкий воин снаряжение все это я как организатор как объединяющий во главе с командой великолепно петр молодец хорошо я как правая рука победоносец петр победоносец почему-то пришло слово победоносец победоносец ты уже на это сражался уже побеждал и такая слава за тобой закрепилась как победоносец хорошо давай дальше смотрим сражение уже начинает происходить немножечко вперед передвигаемся медленно-медленно вперед просматриваем такие важные события по жизни битва состоялась до большая сети очень большая поле такое большое степь и там сражение было в степи сражение было большое да а что это за территория ты можешь сказать на какой это территории происходило русь так хорошо было сражение кто взял верх кто победил в этом сражении мы вы победили да у нас мало осталось но и с ней стороны тоже много перебили мы как бы их отодвинули назад с каждым разом все больше и больше пока их всех не выгнали да молодцы великолепно хорошо что чем ты стал заниматься когда вы всех уже выгнали какую-то славу себе заимел как те как тебя стали называть почет почет большой так тебе люди с почетом относятся почетные места почет конечно заслуженный почет так хорошо заставы укреплял заставы границы да а семья у тебя была пётр да жена и двое детей жена и ты любил их да хорошо и дальше идёт момент до состаривания как ты состарился расскажи нам с бородой с бородой с бородой с бородой ага в почете угу хорошо 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 детей воспитал угу если богатыря сын в вторая дочь дочка милосердная милосердние милосердие как вы к богу относились очень хорошо а кто как вы его называли по какому имени Славянский Бог идет, почитали, хороводы водили, почитали, почитали, хороводы водили. Хорошо. То есть это была как раз такая ведическая культура? Да. Когда все живое, все почитали. Да. Все гармония, гармония с природой, гармония с природой. Это была на первом почетном месте. Да. Молодцы. То есть ты таким уважаемым старцем стал уже, да? Да. Состарился. Люди к тебе ходили, наверное. За советом. Да. За советами. Великолепно. И давай просмотрим момент, когда уход из жизни как произошел. Сколько тебе лет было? 86 показывает. 86. И как это произошло? Тихо, спокойно. Знал. Угу. Уже понял. Узнал, понимал. Узнал, что душа не умирает. Легко и спокойно. Без страха. Без мчений. Потому что знал, что идет к себе домой. Хорошо. И три дня прошло над телом. Душа вышла из тела. И ее стало поднимать. Все выше и выше стало как будто тянуть душу. Расскажи, что ты встретил. Кого ты встретил первого? Архангел Михаил. Архангел Михаил? Великолепный. Такой высокий. Огромный. Велый. Такие большие крылья. Великолепно. Он меня подхватил. Сразу наверх. И сразу наверх. Расскажи, пожалуйста, о своем путешествии. Что Архангел тебе сказал? Молодец. Молодец. Заслужил. Отдыхай. Сколько ты отдыхал? Отдыхал? До совета. Почему 12 показывает? Я не пойму. Ну, 12. Или лет. Или дни, или лет. А что-то по-другому возможно было, чем сейчас. Да. Или на совете. Хорошо. А ты уже пришел на совет. Когда по тебе шел совет. Расскажи, как ты это все увидел? Что там происходило? Как будто стол. За столом сидят все. Много? Такие. Наверное, 10-15. Они все белые. Угу. Может, как раз 12 сидят? Что я их не считала. Угу. И как они тебя встретили? Почему-то все хлопают. Хлопают? Здорово. Все. Браво. Ну, браво. Тогда такое слово было или я сама придумал? Было, наверное, было. Браво, браво. И я кланяюсь, кланяюсь. И что говорят там на совете? Сел, говорит, прошел. Прошел. Проходи, да? Вопросов нету. Вопросов нету. Иди вперед. Куда захочешь, туда и пойдешь. Ага. Хорошо. Хорошо. И ты вот вышел из совета. Слушай, у меня была встреча? Да. Как это происходило? Обнимает. Ага. Хорошо. Здорово. Молодцы. Ну, хорошо. И дальше куда-то направился? Иди гуляй по планетам. Ты это умеешь. Иди гуляй по планетам. Хорошая рекомендация. Да. Так. Хорошо. И потом ты куда переродился уже? На какую планету пошел? Сатурн. На Сатурн пошел. Сатурн. Ага. Почему я выбрал Сатурн? Можете этот вопрос задать? А почему ты выбрал Сатурн? Это же твой выбор был. Почему именно Сатурн? Захотелось с тяжелого начинать. С тяжелого? Было легко. Ага. Все было легко. Захотелось с тяжелого. Хорошо. Чтоб еще больше опыта набрать. Идти только вперед. Это надо было для опыта. Поэтому выбрал Сатурн. Где строгость, порядок, дисциплина. С таким характером легче набирать опыта. Потому что ставишь цель. Дисциплину держишь. Поддаешься. Даже если поддаешься. Возвращаешься. И все. Начинаешь с нуля. Набираешь опять опыта. Идешь дальше. Спотыкаешься. Где тяжело? Встаешь. Встряхиваешься. Идешь дальше. А опыт накапливается. Накапливается. Нет преград. В достижении цели, да? Да. Хорошо. Хорошо. И ты пошел на Сатурн. Давайте посмотрим эту жизнь. На Сатурне. Я опять первый раз вышла. И там оказалось озеро. Лес. Озеро. Но лес он не зеленый. Вот не насыщенный, темный. Он какой-то светловатый такой. Ну вот не пойму я. Или я далеко стою. Или она действительно там деревья такие. Угу. Хотя, ну в Сатурне разве есть что есть? Есть. На всех планетах есть. Так. Хорошо. И давай начнем. Примерно сколько ты там уже, не знаю, десять лет ты на этой планете, на Сатурне? Триста показываешь. Триста там прожил. Прожил. Как выглядит вот та жизнь на Сатурне? Как ты выглядишь? Посмотри на себя со стороны. Ты находишься на Сатурне. Я как будто... Я в железе. Да. Что-то непонятно. Как робот железный. Как робот железный. Все правильно. На Сатурне такая жизнь в железных. Как роботы они все. Угу. А как это? Можно писать? Пиши, пожалуйста, поподробнее. Квадратное все тело. Квадратное. Голова квадратная. Ага. Руки, ноги есть? Должь квадратные. Конечности. Ну как вот ходить? Ага, ага. Мы взлетаем. Взлетаешь? Да. Хорошо. Взлетели. Куда мы полетели? Угу. Тут я летаю. Что-то жизнь я не вижу. Скалы. Скалы. Скалы, скалы, скалы. Скалы, скалы. Как там выглядит эта планета? В скалах все? Угу. Равнины что нету? Или есть? Равнины есть. Потому что я как бы оттуда слетела. С равнины ты слетела? Да. Полетела, полетела. Горы, горы видишь. Угу. Они как скалы. Скалы. Ну вот ты прилетаешь. У тебя есть семья своя? Какая-то? Нет. Дом. Где вы живете? Или база какая-то? Или место жизни? Можешь описать процесс рождения? Вот как ты родился? Как тебя зовут? Как человек я. Ну я в этом железе. Внутри. То есть ты внутри человек все-таки? Да, я внутри человек. Чувствуешь себя человеком? Ну я просто как бы мысленно увидел, что мужчина молодой. Почему-то. Внутри железо было. Это как летающее, как приспособление, наверное. Что я туда захожу и могу там летать, обследовать. Как скафандр, что ли, твой? Не то, что как вот мы в самолет садимся и летаем же. Да. Вот точно так же. Да. Вместо самолета такой костюм. Такой, да, как будто. А сам я вот в фильмах показываю, что на планетном корабле вот эти актеры одеваются. Такой обтянутый. Обтянутый. Вот такой одежды. Такой обтянутый плотный. Да, обтянутый прямо. Я где-то, наверное, ему лет 30, наверное. Так выглядит. А его есть? Какой зовут? Сергей. Сергей. Угу. Хорошо, Сергей. Почему-то сразу пошел Сергей. Какая у тебя есть какая-то должность там? Высший пилотаж. Или звание. Ага. Высший пилотаж. Высший пилотаж. Что-то пришло. То есть ты летаешь, наверное? Ну да, так. Хорошо летаешь? Да. А почему я там? Сразу. Хорошо смотрим, наблюдаем. Просто не анализируем, не думаем, смотрим. Почему ты, почему тебя назвали высшим пилотажем? Ты хорошо летаешь? Да. Пространство. Угу. Хорошие навыки. Хорошие навыки. Хорошо. У тебя есть родители? Сергей. Папа, мама. Сергей. Да, как будто есть. Ага. Что ты чувствуешь? Как будто они уже старые. Угу. Угу. Дома сидят там. То есть ты родился в обычной семье, как люди? Да. Рождаются? Да. Как будто они уже старые, они дома сидят. Угу. Угу. А ты? Какая твоя сейчас миссия? Вот тебя воспитали. Ты летаешь? С какой целью ты вот летаешь? Обследование. Обследование. Ты ученый? Ну, у них там как такого нет, там ученые, не ученые. Угу. Угу. Ты обследуешь планету? Кого ты обследуешь? Планетарную часть, говорит. Угу. Обследуешь планетарную часть? Планетарную часть. И что ты обнаружил нового, интересного? Обследуешь планетарную часть? Галактику, новые для себя открываешь. Галактику для себя открываешь? Да, новые. Угу. Которые образовались. Новые имена. Угу. Так, хорошо. Давай сейчас, Домиткин, подпитаемся в этом месте. Сколько тебе энергии? 30. Ага, поднимаешь максимально. 380. 380, поднимай. Начинка. Полетала немножко. Угу. Вибраций сколько? 12. И поднимаем максимально до скольки? 196. 196, поднимай. Угу. Защита сколько процентов? 36. И поднимаешь максимально? 240. 240, поднимай. Угу. Угу. Сыхонизируйся. Угу. Ну, начинка. Давай продолжаем дальше путешествие. Это и Сергей на планете Сатурн. А у тебя, Сергей, есть своя семья, жена? Есть на примете. На примете, то есть ты еще не настроился, да? Да. Хорошо. Друзья, а у тебя есть? Коллеги. Коллеги. Расскажи нам о устройстве. Как вы, как ты рос, развивался? У вас есть там школа какая-то своя? Как вы развиваетесь вместе? Там с малых лет уже обучают. С малых лет? С малых лет. Угу. На Сатурне. Развиваемся. Какие-то центры или как это, в каких местах это происходит обучение? Или в пещерах, где вы там живете? Как центр, центр такой. Там центр. Угу. Угу. Вот как металлические каркасы. Угу. Угу. Дом как будто построенный. Угу. И в этих зданиях все происходит обучение, развитие. Угу. 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 С малых лет? С малых лет обучает. Угу. Нет такого, чтобы там детей баловать. Угу. Угу. Играться. Угу. Угу. Командующий. Кому вы подчиняетесь? Высший, говорит. Высший. Высший есть. Высший есть. Угу. 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 Хорошо, Сергей, расскажи, а что вы кушаете на планете? Пища какая у вас? Растительная. Угу. То есть у вас также поля есть, огороды какие-то? Нет таких, огородов не вижу. А где? Энергии питаются. Энергии. Энергии. Это питается все энергией и вырастает? Энергии, да. Ага. 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 Пища растительная. Все, что растет там. Ага. Ага. Кушаете растительное? Кушают и питаются. У них есть еще способность питаться вот энергией воздуха, воды. Угу. Нет. Нету там животных. А, животных нет на планете? Нет. Только вот растительная часть. Ага. Растительная часть и энергию вот они умеют брать. Угу. От природы вот. Для них это как бы не проблема. То есть тоже в гармонии живете с природой получается? Так бы там. Вот гармония идет. Вообще во всем. Угу. Пища. Я не вижу. Как. Хорошо. Хорошо. Давай принесемся дальше. Когда вот Сергей уже повзрослее стал. В какое-то важное событие. Что там происходило. Важного для него, для Сергея. Переносишься дальше по ленте времени. Какое-то следующее такое важное событие Сергея. Что ты видишь? Что-то он такой большой стал бородатый. Бородатый? Ну да. И такой готов к перерождению. К перерождению уже готов. Это что уже 300 лет прожил? Вот получается так. Хорошо. Потому что он такой большой. А он вырос, да? Он такой маленький, да? Ага. Хоть и 30 лет. А этот большой вот такой стал. Ну как богатырей же. Есть? О, ничего себе. Ага. Такой бородатый такой. Как у этого Маркса. Карла Маркса. Ага. Ага. Слушай, ну а как жизнь-то прошла? Ты все выполнил? Да, говорит. Жена, дети были? Нет, говорит. Не захотел жениться? Не получилось. Ага. Ну а каких-то в войнах участвовал? В битвах, в войнах? Не участвовали мы. Как таких вот воинов? Не в Сатурне? Говорит. Нет, мы не воинственные. А, нет у вас такого. Нет. Как таковой, говорит, нападений не было. Но у нас, говорит, хорошая защита стоит на планете. Не всякий может попасть к нам. Потому что у нас технологии высокие. Угу. Угу. И вот это вот обследование, вот это вот все. Мы достигаем вот этих вот высот и вершин. Угу. Обследование в изучении, да? Да, в изучении. И вот мы же изучаем, говорит, все вот галактики новые, все планетарные планеты. Угу. И как бы наша планета, она, говорит, в такой сильной защите стоит. И не всякий полезет. Сергей, а вот кольца Сатурна, это же ваши Сатурн. Кольца Сатурна. Что это за кольца? Их какое предназначение? Это цикл жизни. Одновременно и защита идет. А-а-а. А как понимать цикл жизни? Это цикл жизни, как бы, планет. Угу. Это идет счет, свой счет в галактике. Угу. В планетарном объеме. Угу. Как часы, что ли, какие-то? Получается? Счет, счет. Или как секундомер? Нет, говорит, как рентген. Как рентген. Интересно, так все устроено. Угу. Как рентген. То есть это поле невозможно преодолеть, что ли, получается? Не всем удается. Угу. Это поле как рентген. Все понятно. Хорошо. Ну а вы, получается, как-то его преодолеваете, да? Или вы в это поле входите и перемещаетесь как-то? Мы сами создали это. А, это вы создали. Великолепно. Да. Высокие технологии. Хорошо. То есть, получается, сколько процентов программы выполнили вы, Сергей, за 300 лет? На все 100. Все 100? Можно сказать, и на 300. Даже так можно? Угу. Ух, молодцом. Поздравляю. И как у вас перерождение цикл? Вы уже сказали, готовы к перерождению. Как вы уходите с планеты? Нас закидывают. Куда? Высший совет решает. Угу. И куда вас закидывают? На Землю. Угу. А как у вас высший совет происходит? Это же около вашей планеты? Почему-то на ментальном уровне пишут. На ментальном? Не пойму. На ментальном уровне. Как понять? Угу. Хорошо. А что вы… Зачем вы выбрали… Точнее, совет выбрал Землю для вас? Зачем? Какая цель ваша будет на Земле? Они выбрали, я согласилась. Угу. Они выбрали, а вы согласились. А какое предназначение на земле будет или миссия? Лечить, помогать людям, диагностика. Хорошо. Вы посещали другие миры, планеты, находясь на Сириусе, на Сатурне? Марс, Юпитер, Луна, Галактика. Какая Галактика? Соседи Орион, Сириус, Вагус, не пойму листок. Вагус? Вагус, не пойму листок. Где еще были? На земле были Сириусы? Летали? Нет? Это какие-то другие... Почему вы не могли быть на земле? Какие-то другие плоскости или как? Или не разрешено посещать? Другие координаты пишут. Другие координаты. Скажите, а вы только путешествовали, что лично вам больше понравилось всего из всех этих планет, созвездий? Мы брали все лучшее у них. А, вы везде брали все лучшее, собирали? Для развития своей планеты. Вот как. А все лучшее в каком смысле? Это опыт или ископаемые или природные какие-то клетки? Технологии. А, технологии. Угу. 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 То есть там у вас это все разрешено? Вы меняетесь, да, технологиями друг с другом, делитесь? Можем это. Великолепно. Скажите, а у землян есть шанс набраться столько опыта, чтобы так же можно было летать, делиться технологиями, брать самое лучшее? Такое когда-нибудь станет возможным? Угу. Пока невозможно. Пока нет. Долгих-долгий лет должен пройти, пройдет. Угу. Угу. Почему? На Земле нету такого развития, чтобы достичь таких технологий, как на других планетах. А что нужно сделать, чтобы приблизиться или встать на путь такого правильного развития? Развиваться именно в правильном направлении, а вы уходите то в одну сторону, то в другую сторону. Нет у вас постоянства, нет единства, нет дружбы между народами. Чтобы достичь таких технологий, вы все должны, как один человек, сплочённо работать, достигать цели. Иначе идёт торможение, что и происходит сейчас на Земле. Торможение это называется, да? Да. Торможение, когда? Всё лучшее уходит мимо вас. Вот, да. А вы это не замечаете. Вы свой взор направили совсем в другую сторону. А что для нас самое лучшее? Вот, может быть, мы уже не понимаем этого? Сонастройка. 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 Ну вот это слово пришло, сонастройка. То есть у нас она сбита, что ли, эта сонастройка? С кем? С кем сонастройкой. С кем сонастройкой? Ага. То есть мы не можем сонастроиться? Вы к этому не стремитесь. А, мы даже и не стремимся к сонастройке, да? То есть мы просто проживаем? Да. В пустую. Сонастройкой с самим собой или сонастройкой с высшими силами? Вселенной. С Вселенной. Ммм. В пустую тратите время, дорогое. Вам дают выбор. И вы выбираете то, что вам выгодно в материальном положении. А это очень-очень сбивает с пути истину. Да. И материальная на свободе в сторону сбивает с истинного пути. Да. Золото. Деньги. Ммм. Скажите, ну вот а на Сатурне что вас двигало? То есть у вас не было, да? Золото, денег, машин? Нет там такого. Ммм. Материального ничего? Нет. Нет. Но вы же с рождения этого и не видели, да, получается, и не стремились? Нет. А мозг сколько процентов там работал у вас на Сатурне? Восемьдесят шесть. Восемьдесят шесть. Восемьдесят шесть процентов. А на Земле на сколько процентов работает мозг? Можете сказать? Да. У всех разное. Примерно. Ну маленький процент. Десять, двенадцать. Ну где-то вот, вот пяти, ну мало. Угу. Пять тоже показываю. Пять. Пять, десять, двенадцать. Да. Вот такие у нас условия. Мы же можем его развить. Мы знаем, что можем развить потихонечку и что обновление на нас идет, переходы в другие измерения идут. Но все равно у нас это очень все медленно происходит развитие. Да. То есть мы в пустую. Очень много соблазнов. Узла? Очень много соблазнов, которые отвлекают вас. Да. Соблазны. И это не дает нормально жить. Как на Земле говорят по-человечески. То есть мы уже разучились по-человечески жить. Угу. Все, как роботы, машины. Угу. – Повернули туда пошли. Повернули в другую сторону пошли. А нет сказать... Стоп! Я хочу, не хочу в эту. Я хочу в эту. А вы массово идете. Сказали туда, все пошли туда. А что там? Не понимая ничего, идете. Не осознавая. Идем, идем, не знаю, куда. Куда показывают нам. В тупик. В основном. Ну а вы помните, что были еще цивилизации, которые были более развитием у нас на планете? О них вы знаете что-нибудь? Ну это было до нашей эры цивилизации. Да, до нашей эры. До нашей эры были. Но они отжили свое, как сказать? Время пришло. Да, да. Их время пришло. И конец. Но были такие, да? Когда человечество все-таки по правильному пути шло, общалось с вами, в гармонии с Вселенной было? Это было в начале. То есть вы примерно уже понимаете, куда мы дальше скатимся, да? Да. Вы знаете опыт прошлых наших цивилизаций, видите, куда, к чему мы устремились. Да. Многое забыли. Что нам нужно вспомнить? Вспомнить, как наши предки жили. Вспомнить, и как мы сейчас живем. То есть вспомнить, как предки жили, и как мы сейчас живем. Сравнить, выделить с той эпохи, с этой сравнивать. И сделать вывод, что было хорошо, а что было плохо. Вывод сделать. Вывод надо сделать. И брать оттуда. Как? Фильтровать. Нужное оставляем, ненужное выкидываем. И с нужными идти дальше. А мы и мусор берем. Не фильтруем, двигаемся. А с мусором очень тяжело идти вперед. Фильтровать надо. Фильтровать надо. Да. Я тоже чувствую, что эпоха славянства, когда была Веды, мудрость всех народов. Вот это самое лучшее благоприятное время. Расцвет. Уважение к ближним, окружающему миру. Понятие было, осознанность была. Понятие, да. А сейчас, да. Они осознавали, куда пришли, зачем пришли. А сейчас потеряли вот это все. А как вы их, как они назывались вообще раньше, в то время, как их можно назвать? Что? Ну, когда были славяне, Веды, люди в гармонии жили. Как это в общем можно назвать? В каком смысле? Ну, славянская эпоха, например, или ведическая культура, что сюда подходит? Как таковых, таких названий не было. Это сейчас так называют? Это сейчас уже, когда появляется много направлений, уже начали подразделять. Кто как развивался, каким путем? Ну да, кто как развивался, каким путем? Именно в гармонии, в своем предназначении мы потихонечку можем идти слаженно. То есть технологии создавали для гармонии, да, для гармонизации, а не для уничтожения друг друга. Да. То есть, как это для гармонии. Жирными буквами гармония написали. Вот, гармония. То есть технология должна быть для гармонии. Не для разлухи, не для хаоса. Да. Хорошо. Как себя чувствуешь? Туалет хочу. Хорошо. А? Туалет хочу. Туалет? Хорошо, хорошо. Можете еще какое-то послание нам оставить, человечеству, людям? Вы, конечно, уже много сказали. Несколько слов. Вам надо золотыми буквами написать. Жить в гармонии с природой, с собой. Угу. И каждый день смотреть на это слово. Да. Читать. Хорошо. И как книгу с собой носить, везде. Угу. Забудешь? Ну, смотрю. Посмотрел. Вспомнил. Вспомнил. Берегите планету Земля. Да. Она еще молодая. И жить, и жить. Помогите, помогите Земле. Хорошо. Спасибо вам большое. Хорошо. Не живите с миром на Земле. Не разрушайте то, что создано Богом, Творцом. Хорошо. Благодарим вас. Большое спасибо вам за приятную беседу. Все хорошо. Прощаемся. Помаши ручкой, отсоединяемся. Потихонечку уходим с того места на подпитку энергиями. Там было много времени. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok а